Музыка Лабораторный ферментер позволяет культивировать штаммы для биологических препаратов, избавляющих полезные растения от насекомых-вредителей. Емкость большого биореактора рассчитана на 100 литров, маточного на 10 литров. Каждый реактор имеет еще датчики, датчики PH, датчики кислорода, которые также контролируются, регулируются автоматическими насосами, которые, допустим, при PH, если мы задали, допустим, PH, предположим, 7, то он и будет держать, то есть наливать или кислоту, или щелочь, выравнивать при этом PH полностью. То есть это все происходит автоматически. Кислород также поступает, здесь мы можем видеть, как раз здесь, сколько кислорода нам надо, и также регулировать обороты, какое количество оборотов в минуту нам нужно. Жидкий препарат дорабатывается, после чего отборы периодически сливаются для биотестирования. Препарат исследуют, выявляя наличие споров и кристаллов, а также нежелательных примесей. Процесс очищения от примесей повторяется неоднократно, пока жидкий биопродукт не дойдет до нужной кондиции. Смешиваем с водой, допустим, на литр воды определенное количество реактивов. Если это готовая среда, то мы уже можем знать, какое количество нам нужно взять. Допустим, на 10 литров столько-то граммов нам нужно этой среды. Мы все это размешиваем, растворяем в воде полностью, но при этом она нестерильная. Нам нужно, чтобы мы получили именно стерильную среду. Поэтому, когда мы сюда питательную среду наливаем, в первую очередь мы проводим стерилизацию, чтобы убить постороннюю микрофлору, которая находилась в ней. Данный аппарат, ферментер, полностью автоматизирован. Работают один-два специалиста. Система имеет защиту. При давлении выше нормы автоматически происходит отключение. В маточной емкости культивируем питательную среду. Затем через 5-7 суток маточная культура под давлением перегоняется в большой биореактор. Затем продолжаем культивацию проводить. Культивация также продолжается от 3 до 7 суток. Также делаются отборы, также полностью просматривают, что у нас получилось. Если же у нас попала посторонняя микрофлора, мы полностью убиваем, то есть производим автоклавирование, убиваем и сливаем ее в сливы. Потом мы проверяем, смотрим титры, какие у нас титры, есть ли у нас кристаллы данных бактерий. И потом мы уже можем эту культуральную жидкость применять, допустим, в саду, испытывать против каких-то чешу и крылых, допустим, на яблоне против яблонной моли, или же в каких-то парковых зонах против листовертов, предположим. То есть это уже готовый препарат. Процесс изготовления жидкого препарата поэтапный и длительный. Готовая жидкость высушивается и превращается в порошок. Но это происходит не у нас, а на промышленном предприятии. Так, АККОБЕЛЕК был выведен в этой лаборатории, но выработка порошка производилась на российском предприятии СИББИОФАРМ, где емкости для готовой жидкости вмещают от 2 до 5 тонн. В этом году названный препарат в количестве 2,5 тонн был отправлен в Южно-Казахстанскую область для применения против гроздевой листоверки и в Кокчетав против капустной моли. Обработка полей оказалась очень эффективной. Есть несколько различных форм биопрепаратов. Это, допустим, культуральная жидкость, либо смачивающийся порошок. АККОБЕЛЕК, препарат биологический, который разработан в нашем институте, он имеет форму смачивающегося порошка. То есть, также нарабатывается культуральная жидкость, но после этого она еще подвергается сушке. Новые разработки биологических препаратов производятся по одному и тому же принципу. Важным моментом является образование споров и кристаллов в бактериях, которые и поражают насекомых-вредителей. Бактерии распространяются между насекомыми, и так происходит массовое заражение вредной популяции. Процесс размножения останавливается или резко замедляется. В нашей лаборатории исследует состав штаммов, эффективность добавок, формируется жидкая маточная среда, после чего препараты испытывают в полевых условиях. Если биологический препарат оправдывает надежды разработчиков, он далее отправляется на большое производство, где его изготавливают в товарном количестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова